Анатолий Белоглазов, олимпийский чемпион в легких весовых категориях, с интересом смотрит за тяжами. Почему? Ну, борьба интересная. Мне нравится, когда схватка напряженная, такой счет ровный, вот тогда интересно смотреть. Сегодня третий день соревнований, конечно же, прежде всего, вопросы к легким весам и вообще впечатления от чемпионата России. Вот на каком уровне находятся наши спортсмены? Ну, я приятно удивлен, что ребята молодцы, собрались и в этих условиях даже тренировались, потому что видно, что и тренер, и ребята сами ответственно подходят к этим соревнованиям, потому что олимпийские игры все равно состоятся. Я думаю, все это понимают. Кто понравился, если говорить о легких весах и почему? Ну, там никаких сенсаций не произошло. Я думаю, те, кто должен был выиграть, выиграли. И считаю, что молодцы. Ребята держат себя в форме, не взывая ни на что, ни на эти трудности, которые сегодня мы преодолеваем через пандемию. Залы закрыты, кинофты ограничены, поэтому приятно, те ребята ответственно подошли. Ну, хочу сказать, что на самом деле я ожидал худшего по функциональным возможностям ребят. Мы все подошли очень здорово и схватки были очень напряженные. Если говорить, вот 57, 61, 65 килограммов, не очень яркие финалы. Вот вы, например, ваше поколение очень ярко боролось и в финалах тоже. Ну, финалы, финалы зависят от стиля бордой, потому что человек, когда выходит, поменяться не понимает, что напряженный финал, это напряженная, как бы, такая схватка, никому не хочется ошибаться. Вот. Ребята где-то перестраховываются, но в целом схватки я считаю, что вот даже в 74 было ярко схватка. Человек не может перестроиться, он ведет, он будет езжат, он атакует, атакует, атакует. Видно, у парня есть стиль, который он просто не может, он работает как по программе. Но не может перестроиться, такие финалы тоже есть. Ну, многие финалы были, да, немножко, но считаю, что чемпионат России, это ответственное соревнование, каждый хочет попасть, быть первым номером. И после такого перерыва, наверное, сказывается, что не хотел никто рисковать в финале, хотели просто выиграть. Толь, вы проявились вот как яркие борцы в конце уже 70-х и 80-е годы, это целиком ваше поколение. Ты и тренером поработал, ты очень плотно и близко знаешь борьбу. Вот как она менялась и какая, скажем, борьба лучше, вот об этом немножечко поговорить хочется. Ну, я скажу, что правила на сегодняшний день оптимальны. Поэтому сказать, что сегодня там правила диктуют что-то, уже нельзя говорить так сегодня. Единственное, я бы что ввел, были схватки, вот даже финальные. 0-0-0-0, судьи немножко не знают, а поделиться, дают предупреждение и по предупреждению человек выигрывает. Надо ввести вот этот момент, это моя личная просто, может быть, она субъективное мнение, но ввести. Если человек пассивно дает балл с предупреждением, дайте выбор другому спортсмену, которому дают предупреждение, который заработал это предупреждение своим напором, судьи должны, помните, был момент, когда мы выбирали, стойкали партер, ставьте партер, и все вопросы отпадут тогда. Потому что человек, ну, дают балл с предупреждением, один-один, получается, там судьи теряются, не знают, кому дать. Поэтому дали предупреждение, дайте выбор человеку, все, партер, все, партер будет уже преимущество, если ты работаешь в партере, можно стойку выбрать. Поэтому я считаю, что правила сегодня оптимальные, но еще раз скажу, мы когда был момент, не стали рисковать с бросками, сейчас это чувствуется, вот сейчас чувствуется, потому что какое-то время ребята боятся бросать, боятся рисковать, поэтому мало бросков мы видим. Это наследие вот той эпохи, когда по периодам боролись, да, выиграл с одним баллом в период, выиграл. Вытолкнул и все, вытолкнул и все, поэтому перестали бросать чуть-чуть, ну, сейчас сказывается, но те, кто работает над этим, они идут в крест, и есть ребята, которые идут в крест, особенно тяжеловесом это касается, надо больше снизу работать на руках, больше класса, больше греко-римской борьбы, потому что не умеют толкаться правильно. Вот есть такой момент, но думаю, что это все, это все дело нарабатываемое, как говорится, поэтому надо к этому просто вернуться и все. По этому правилу, которое ты обсудил, вот по наказаниям, 100% согласен, потому что сейчас очень многие понимают, равные борцы, кто первый выиграл выигрышный балл, он явно в проигрышной ситуации получается, вот по бездействию, потому что тому дадут. Да, 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 поэтому вот это надо было бы неплохо, может быть, с нашей, с этой нашей федерацией инициировать это предложение, международная федерация, я думаю, что многие с этим согласятся, чтобы не было таких свадок по предупреждениям, обидно, когда человек проиграл по предупреждениям. Вот, дайте шанс, я сделал напор, я сделал напор, дайте, оцените мои функциональные возможности, и я специально это сделал, поэтому вот это было бы неплохо. Ты человек, который, как и брат, много работали и за рубежом в том числе, как изменилась вообще борьба с зарубежной, и география стран, она поменялась, или вот те лидеры, которые были, может быть, они еще больше прибавили? Я вам сегодня скажу, что сегодня мы смотрели интернет, и американцы в шоке от наших призеров, молодых ребят, которые пробили, они в шоке просто от того, что они думали, что они домерили у семьи 4 килограмма, и я им написал, что ребят, вы еще не боролись с теми, кто сегодня выиграл. Тот же Бороз, те же там ребята, тот же Дейк, и те, которые лидеры сборной команды США, потому что у нас появились молодые ребята, которые дадут им борьбу уже сейчас. Поэтому я думаю, они очень следят, они смотрят в интернете, они смотрят наши соревнования, я думаю, они в шоке от того, что призеры у нас поменяли, если мы не писали. А я считаю, это здорово, потому что молодые ребята наступают, и это будет хорошая конкуренция, и пускай тоже тренируются, пускай работают. Я, кстати, такой же вопрос Магомеду Гусейнову задал, вот Розамбеку Жабалову с кем лучше бороться, с Борозом или с Чемизой? Он говорит, Борозу он пройдет, Бороз деревяшка для него, а вот Чемиза, говорит, поопаснее будет, потому что он похожий, пластичные ребята. Да, стиль похож у них, стиль похож, но если Розамбек добавит, немножко физики, физики добавит, Бороз в физике помощнее, и чувствовалось, что это схватки у него. Он просто правильно построил схватку с Соболом, очень правильно. Первый период его подготовил, второй период начал, потому что тот гоняет вес много, он правильно, абсолютно тактически сделал, вот, в этом плане. И поэтому, ему сказать, Соболов подустал, и у него появилась возможность на скорости его обыграть, обманывать, что и произошло практически. Честно, за счет функциональных данных, чувствительности, но у него есть стиль свой. Я сказал, что два года назад, что этот парень будет чемпионом России, он прогрессирует. Я стал чемпионом мира по молодежи, всех выиграл в одни вороты. То есть, как бы, видно, что он прогрессирует. И Адам, кстати, надо его поздравить, его тренер очень здорово с ним работает. Ну, передал, все движения передал. И парень действительно исполняет то, что надо делать. Поэтому, вот это качество тренера-спортсмен очень видно, что они вместе настолько, что даже все движения походкой все передал. Если сейчас немного пофантазировать, мы знаем, что была цирковая борьба довоенная, рассвет борьбы после войны, 70-80-е годы, потом эксперименты с правилами. Вот какая будет борьба лет через 20, 30, через 50? Как ты ее видишь? Я вижу, будет борьба та, которая была у нас. Когда было больше техники было, больше азарта было, больше было приема, больше риска было больше. Я считаю, что вот такая борьба, она вернется. Она вернется, потому что, вот сейчас смотришь, наши ребята в профессиональном плане не дорабатывают. У нас самая сильная школа по технике, надо это понимать. Не надо это ставить на второй план. Американцы знают, мы в центре не дорабатываем, вот они у нас где-то где-то выиграли. По технике, по школе, по тренерскому опыту мы далеко-далеко впереди планеты всей. Поэтому, если мы вернемся к этому, и вот у нас есть ребята, смотрят, тяжеловесы слабые, физические, функционально не дышат. Ну, с такими качествами нельзя бороться. Становятся призерами, как ни странно. На международной арене просто там делать нечего, таким функциональным качеством. Немножко надо поагрессивнее просто, немножко надо побольше техники. Мы немножко упустили, не то, что упустили, а на лаврах чуть-чуть ехали. Почевали. Много лет, да, что у нас есть команда. Но у нас сегодня мы, только проблемы-то видно. Нет вторых, нет третьих номеров, такие, которые мы могли бы выстрелить. Ну, помните ту команду, вот вы к тому вопросу не понимаете. Ну, пока 74 только такой вес. Да, 74, к сожалению, только один вес. У нас тяжеловесов есть проблема, есть проблема других весов, даже тех неолимпийских весов. Почему? Там есть чемпионаты мира. Сейчас смотришь, там все ровные ребята. Такое не должно быть. У нас есть чемпионат мира еще. Поэтому ребята должны готовиться и стать чемпионом мира. И в этих весах, неолимпийских, не важно. Потом они молодые, они переходят. Он перейдет другой вес. У нас там есть вот этот Шираев парень, который талантливейший. Он тоже, вот это вот те ребята, я считаю, на которых в будущем будет... Они самобытные, они еще голодные до борьбы, голодные, не точно до медалей. И до медалей тоже не до званий, а просто голодные до борьбы. Хотят бороться не просто бороться, ярко хотят бороться. Вот это самое главное, когда человек выходит, ярко борется. Вот этого и ждут и зрителей, и тренерам приятно. Такая борьба должна быть. Я такую борьбу вижу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова